Терновник Их очень много И люди просто ходят их собирают И на базарчиках продают Так что вот я ехал Точно так же по пути вдоль дороги купил Вот такая вот маленькая дикая слива Она хоть и маленькая Но если она спелая Она сладкая У нее терпкий привкус Но она очень вкусная С нее получаются прекрасные варенья Прекрасные компоты И вот сейчас мы сделаем пирог По типу штруделя Но это быстро, потому что пирог мы будем делать Из замороженного теста Что нам еще понадобится Сахар, немного муки Пару яиц И немного сливочного масла Вот и все, сейчас будем делать Эту дикую сливу называют Терновник, терен, терн Но это все одно и то же Так что если вам где-то попадется Обязательно возьмите, обязательно попробуйте Попробуйте хотя бы просто в свежем виде Это очень вкусная ягода По желанию можно добавить еще немного корицы Если есть молотая, то молотая Если палочками, то палочку нужно просто растолочь И все В первую очередь Из каждой вот такой сливки Нужно удалить косточку Это делается просто Вот так по кругу надрезается Раскрывается И косточка выковыривается Вот получаются две такие красивые половины Вот у меня есть силиконовый коврик Специально для противня Для запекания В принципе его можно заменить Бумагой для запекания Этим просто удобнее пользоваться Он многоразовый И я в общем давно это применяю И бумагу в общем-то она у меня есть Но я уже забыл что это такое Нужно немного посыпать мукой Вот, укладываем сюда один слой Тесто И нам теперь нужно положить на него Небольшие кусочки масла Так вот, чтобы Они распределились По всей поверхности Специально замазывать не надо Ну вот так Оно все равно потом все растечется Просто чтобы Вся поверхность Была немного с маслом Теперь аккуратненько Оставляя примерно сантиметр С каждой стороны Укладываем сюда терновник Очищенный уже Теперь нужно взбить яйца Сильно их в пену взбивать не обязательно Лишь бы они были Однородной массой Теперь берем Все эти сливы Хорошо присыпаем сахаром Прям аккуратненько По всем рядочкам Но стараться не попасть на края теста Чтобы оно лучше потом скреплялось И вот я намолол Корицы Я немного присыпаю сверху еще корицей Теперь берем второй листик теста И аккуратненько укладываем на первый И немного пальцами придавливаю Если вы тесто катали сами То чтобы края были ровно обрезаны Вот есть такая штуковина Вот эта часть обрезает А вот эта часть закатывает края В общем-то вот так вот примерно это делается Вот Вот Если такой штук Нету То это запросто Можно делать вилкой Прям вот так вот берете И делаете вилкой Теперь нам нужно сделать Небольшие надрезы По всей поверхности Но не до конца До второго слоя их делать не надо И теперь берем Смазываем яйцом Теперь если есть у вас кунжут То сверху Можно посыпать кунжутом Я обычно Он у меня всегда есть Я его всегда использую И на пирожки И на сладкие И с мясом Так что он хорошо идет Вот и все Заготовка готова Теперь мы берем Вместе с ковриком Или с бумагой Для запекания Укладываем аккуратненько Все это В противень И все Я уже разогрел Духовку До 180 градусов Ставим это все Минут на 30-45 Нужно смотреть Как корка будет красивая Значит все Можно вынимать Теперь следующий пирог Мы сделаем стерновником Истолченым грецким орехом Это тоже будет вкусно Кстати вот могу показать Какой стерновника Получается прекрасный компот Цвет великолепный Насыщенный Яркий Вкус кислый И немного терпкий Очень вкусный компот Попробуйте с него сварить Теперь нужно сюда Потолочь немного орехов Грецких Теперь присыпаем Это все сахаром И так же Укладываем Второй лист Сюда И можно еще Присыпать сверху Сахаром Прямо вот так вот И кунжутом Ну вот такие получились Пироги Пробуем резать Ну вот такой получился пирог Прямо вот так вот Продолжение следует...